Это программа «День города» в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главная тема выпуска. Нашли крайнего. Платные парковки будут чистить принудительно. Забывчивые жертвы алкотестеры, автоинспекторы снова объявили охоту на нетрезвых водителей. Умные вещи века. Эволюция зингеров и чаек в музее Греба. Неочищенные от снега платные парковки для коммунальщиков стали в этом сезоне неприятной неожиданностью. Машины в сугробах фактически уменьшают проезжую часть, а это десятибальные пробки, аварии и недовольство автолюбителей. И с этим точно можно что-то сделать. Очистить от снега парковки и остановки общественного транспорта. Такое поручение дал замглавы администрации Владимир Бурмистров после выездного совещания 15 февраля. Администрация города регулярно контролирует, как убирают дороги, дворы, в поле внимания ведомства и парковочные пространства. Выпало огромное количество осадков, которые заполнили парковочные места. В данный момент ведутся работы по исполнению обязательства Ростелекома по уборке своих парковок и контролируется это даже собственным присутствием. Потому что хотелось бы лично видеть и смотреть, как исполняет инвестор свои обязательства. В рамках объезда территории советского района замглавы отметил неудовлетворительное состояние платных парковок, которые находятся в ведении инвестора Ростелекома. С начала зимнего сезона управления транспорта фиксирует ненадлежащее качество уборки снега и платных парковок. И за этот период составлено семь протоколов об административных правонарушениях. Поручение Владимира Бурмистрова уже сегодня принято к выполнению. Почищены парковки на улицах Радищева, Полонского, Введенской. Главным препятствием для качественной уборки на настоящий момент являются припаркованные на долгий срок машины. Хотелось бы обратиться к жителям за помощью, чтобы город наш был чище, включая платные парковки. Просим вас сегодня такие улицы, как улица Урицкого, Садовая, Чапаева, частично Вознесенская. Очень много припаркованных машин. Сегодня припаркуйте свои машины на других свободных местах, чтобы инвестор попытался исполнить качественно свою уборку. На тех участках, где сегодня планируется уборка, ставят таблички, предупреждающие водителей о предстоящей работе техники. Для собственного удобства рекомендуется оставить автомобиль в альтернативном месте, чтобы уже завтра получить очищенные от снега парковочные места. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Анна Герцовская, телекомпания «Город». 18 лет в командировках, 143 государственные награды, в том числе 19 орденов мужества. Рязанский СОБР отметил 28-летие со дня основания. 18 февраля 1993 года в Рязани появился специальный отряд быстрого реагирования. Уже годом позже Рязанский СОБР выполнял задачи в горячих точках северокавказского региона, принимал участие в штурме Грозного. За плечами сотрудников и ветеранов отряда сотни спецопераций на Северном Кавказе, задержания опасных рецидивистов и вооруженных преступников. Личный состав и ветеранов Рязанского спецподразделения поздравили начальник регионального управления Росгвардии Виктор Лачев и командир СОБРа Валерий Семин, а также ветерана спецподразделения. В торжественной обстановке сотрудникам Рязанского СОБРа вручили ведомственные награды и благодарности. А вот благодарность за это дело получат следователи. Речь идет об убийстве в поселке Ухолова. Пьяная драка закончилась трагедией. Все подробности. Валерия Седова. Все произошло еще в сентябре 2020 года. Тогда в пятницу утром в поселке Ухолова местные жители решили, как это называется, культурно посидеть у одного из них. Начали во дворе, потом перебрались в сад. Когда окончательно стемнело, в дом. Все это удалось установить в ходе следствия. Культурные посиделки шли долго. Одни гости сменяли других. Потом в следственном комитете расскажут, что это была именно пьяная борьба. Двое мужчин нанесли друг другу побои, но на этом не успокоились. Хозяин дома взял со стола нож и нанес всего один удар своему противнику. Этого было достаточно. Лезвие угодило в шею. Мужчина скончался на месте. Хозяин дома вину признал частично. Свои действия он назвал необходимой обороной. Приговор суда в законную силу не вступил. Валерий Седов, телекомпания город. Выпил за руль не садись. Это прописная истина от автоинспекторов. Звучит сегодня практически со всех экранов. Но с каждым рейдом ГИБДД те, кто не слышит или не хотят слышать предостережения, получают заслуженное наказание. Зимняя ночь, луна, парковка у торгового центра. В этой романтичной обстановке сотрудники ДПС останавливают одного водителя за другим. Причина простая. Рейд нетрезвый водитель. Кафе и закусочных тут много. И на раз шофер может себе позволить выпить лишнего, а потом и за руль сесть. Таких нарушителей и ловят. В рамках подобных мероприятий останавливается большинство транспортных средств. При этом сотрудники ДПС оценивают состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения водителю незамедлительно разрешается продолжить движение. Этого водителя остановили уже днем. Налицо признаки опьянения. Сам шофер, кстати, не против пройти освидетельствования. Пригласили понятых, принесли алкотестер. Со второго раза водителю удалось. Правильно, подуть в трубочку. Сколько? Ну, горе, сколько? Ноль. Пятьсот тридцать три. Пятьсот тридцать три. Тридцать понятых. Если нарушения есть, то это статья. Правда, на первый раз только административного кодекса. Но наказание внушительное. Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении статья административного кодекса заменяется на статью уголовного. То же самое происходит, если водитель откажется повторно пройти освидетельствование. Подобные рейды проводятся регулярно. Валерий Седов, телекомпания «Город». Подражанием услуг такси в Рязани займется Федеральная антимонопольная служба. По словам жителей, извозчики увеличили цены втрое. Причем Рязань в этом списке не единственный город. То же самое наблюдается в Брянске, Владимире и Туле. В Москве же рывок рекордный. Такси подорожало в пять раз. Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом все меньше. В Рязани их сегодня 216, а 17 февраля стало еще на одного меньше. Ушел из жизни Владимир Акульшин. Ему было 93 года. В нашем архиве сохранилась его история. Владимир Акульшин ушел на фронт добровольцем в 17 лет, окончив 9 классов. Попал в 54-ю армию 3-го Прибалтийского фронта. Затем служил в артиллерии. После того, как фронт расформировали, был переброшен на 4-й украинский. Дошел до Праги, где и застал окончание войны. У нас война кончилась. На 4-м украинском фронте несколько позже. Вообще все празднуют войну конеца, 9 мая. А мы были в движении. Получалась там часть немцев, а тем более венгры, румыны сдавались. Но эстетический корпус Шернера, по-моему, он сопротивлялся примерно до 11-го, 11-го числа. И мы начали стрелять вверх эти самые, из автоматов или из другого оружия, потом уже не нужно, стали уже числа 11-го и 12-го. У Владимира Акульшина было немало наград. Среди них Орден Отечественной войны 2-й степени, две медали за боевые заслуги, медаль за победу над Германией. Владимир Акульшин участвовал в освобождении Праги. Он вспоминал, как его встречали чехи. После девяти классов школы Владимир Акульшин неплохо знал немецкий язык, и к нему в конце войны нередко обращались как к переводчику. Знания языка пригодились и после войны. В 1946 году Владимир Акульшин сдал экзамены за 10-й класс. А в августе 1949 года был зачислен в военный институт иностранных языков советской армии слушателем. Работал Владимир Акульшин и военным училищем ВД возместителем начальника кафедры иностранных языков. Позже он стал полковником в отставке. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 2021 год объявлен Годом науки, и выставка из фонда Фризанского Кремля в этом смысле пришлась как нельзя кстати. Здесь посетители увидят ретроспективу умных вещей нескольких веков от телевизора до утюга, прочно вошедших в наш обиход. Бытовая техника ежедневно упрощает нашу жизнь, и порой мы уже не замечаем тех благ, которые еще 20 лет назад сложно было даже представить. А 100 лет назад эти удобства были совсем в другой форме. Усовершенствование предметов быта, чайников, утюгов, швейных и стиральных машин наглядно можно увидеть на выставке «Наука» на службе человека, которая, пожалуй, вызовет некую ностальгию и породит ряд воспоминаний. Ведь кто-то из нас еще помнит такие стиральные машинки или такие радиоприемники и магнитофоны. Задача музея, прежде всего, обратить внимание на вот эти вот вещи, которые человеческую жизнь окружали, можно сказать, остановить мгновение. Эти экспонаты все из фондов нашего музея-заповедника «Рязанский Кремль». И хотя мы вроде бы не технический музей, но мы исторический, а это тоже часть истории. Более ста предметов из коллекции музея-заповедника представлено на выставке. Условно-выставочное пространство делится на 9 комплексов, в которых прослежено развитие телевизионной, аудио, видео, фото и вычислительной техники. У нас киноустановки различные. У нас есть общий предок всех вот этих вот киноустановок, диапроекторов. Это так называемый волшебный фонарь. Он у нас 1900 года, то есть самый-самый конец 19 века. Но вообще волшебные фонари такой конструкции, известные человечеству аж 17 века. И действительно с помощью этого фонаря демонстрировались различные картинки, причем они могли демонстрироваться как на экране или на какой-то стенке, так и в клубах дыма, например. Большая часть предметов экспонируется впервые. Первая неделя работы выставки показала, что экспозиция откликнулась людям. В стремительно несущемся вихре современной жизни развитие технической составляющей все быстрее. Но увидеть, с чего начиналось, притормозить, задуматься, возможно, посетив выставку в Кремле. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова